Всем привет! Добро пожаловать на 14 канал! Меня зовут Амина и наш сегодняшний репортаж с арт-фестиваля культур северных народов, который проходит в ДК РУД. Ставьте лайки, пишите комментарии и пойдемте с нами. Вас ждет много всего интересного. Добрый день, как вас зовут? Добрый, Лилия. Очень приятно, меня зовут Амина. Вы являетесь организатором этого фестиваля, да? Ну, мы являемся не только фестивалем, но еще и большого книжного проекта. И фестиваль приурочен как раз к выпуску очередной книжки. Вы сами занимаетесь косплеем? У нас не совсем косплейный фестиваль. У нас фестиваль посвящен культурам, мифологическим, мифологии разных культур. Соответственно, приезжают реконструкторы, косплей, участники и художники, дизайнеры. Такая творческая площадка. Расскажите, пожалуйста, про арт-миф. Арт-миф – это у нас молодежный проект, делает команда художников. Появился полтора года всего назад. И основная идея была сделать серию книжек по мифологиям мира. Соответственно, теперь каждый раз, когда мы выпускаем новую тематическую книжку, последняя была скандинавская мифология, в рамках этой книжки проходят фестиваль. Предыдущий фестиваль прошел посвященный азиатской культуре, Японии, Корее, Китай. А сегодня у нас встречают гости в Скандинавии, славян и кельтов. Соответственно, на фестивале очень много творческих площадок, арт-коворкинг, паблик-ток, где и можно послушать лекцию, и посмотреть на, и поиграть в мастер-классы, народные игры, послушать аутентичную музыку, ну и, соответственно, насладиться костюмами и замечательными артистами. А планируются еще фестивали? Ну, в принципе, раз в полгода выходит новая книжка, и, соответственно, по итогам этой книги проходит тематический фестиваль. Следующий у нас египетский, возможно, будет египетский фестиваль, поэтому готовимся. Классно, мы обязательно придем на египетский фестиваль. Спасибо. Спасибо. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Мы арт-ковина, творческая мастерская, которая представляет здесь оленях шаман. Мы будем выступать во втором блоке. Очень приятно. Мне очень понравилось ваше выступление. Расскажите, пожалуйста, вы первый год принимаете в таком участие? В арт-мифе мы принимаем участие впервые. Ее все очень нравится, вдохновляет. Очень красиво, невероятно просто получается. И по организации, и по красоте, потому что видим, по атмосфере. Это просто прекрасно. А как вы придумывали свой костюм? Мы основывались на образах шаманов, на образах нашего язычества старинного, на той красоте образов, на духах, которые как раз рождены в древности нашей земли. А тяжело было это все сделать? Как много времени на это ушло? В целом, наш костюм постепенно дорабатывался, но чистого времени ушло месяца три. Так-то самое тяжелое в нем – это его вес, потому что сами рога, они 8 килограмм весят. Я представляю, вы танцевали, у вас прям все шаталось. Спасибо большое. Спасибо большое. Благодарный старт. Прекрасно. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Кемпу, кемпу. Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, вы первый год принимаете участие в этом фестивале? Первый. Вам нравится? Радый. А давно вы занимаетесь косплеями? Один, два, три. Много. Много. А как тяжело было делать этот костюм? Если честно, это все на заказ сделано. А, то есть вы сами не делали? Изначально были еще когти, но с ними неудобно ходить. На ногах тоже были когти. То есть это немножко неспецифично, неудобно. Вот так ходить. А как вам этот фестиваль вообще нравится? Очень много приятных авторов, я вижу. То есть много ярких, много красивых, очень все разнообразные. Спасибо большое. Добрый день, как вас зовут? Артем. Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, про то, что вы здесь продаете. Я продаю пластиковые черепа, кожаные сумки, печати чистоты, трости. А это все ручная работа? Да. Сами делаете? Все сам. И много времени у вас на это уходит? Ну, скажем так, сплю я очень мало. Спасибо. Очень мало сплю. А давно этим занимаетесь? Получается, уже пятый год. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Всем привет. У меня ник Ванила. Я косплеер на Артмище. Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, про ваш костюм. Это костюм из карточной игры Magic the Gathering. Это Пуэнтс Уокер. Человек, ходящий между вселенными и мирами. Еще она пиромансер. А вы сами этот костюм делали? Да, полностью делала сама костюм. Тяжело было? Ну, нелегко, конечно, потому что костюм достаточно объемный. Очень много деталей всяких. Тут и кожа, и пошив был, и вот поталь. Красивый как. А долго времени у вас это заняло? Несколько месяцев, наверное, я делала, да. Вы представляете здесь какую-то культуру сегодня? К сожалению, нет. Но в целом это больше ближе к такой европейской, какой-то северной культуре. Как раз-таки средневековый достаточно сеттинг. А давно занимаетесь косплеем? Да, достаточно. Ну, лет 7-8. А какой был самый сложный костюм? Я думаю, на самом деле, вот этот костюм был самый сложный. Потому что тут очень много всяких разных техник используется, которые не похожи друг на друга. Ну, вы очень круто выглядите. Большое спасибо. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Вика. Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, про вашу фотозону. У нас фотозона в стиле тематики фестиваля, который посвящен славянской и средневековой, вроде бы, если не ошибаюсь, да, мифологии. Скандинавской, извиняюсь, все время путайте слова. Да, мифологии, то есть суть в чем? Немножко такое добавление сказочности, то есть скелеты, топор, ну, в общем, и все в такой цветовой гамме, немножко викинговской. Я все перемешала, извините, но мы суть вы поняли, примерно так. А вы сами создавали ее? Да, мы командой занимались как раз тем, что придумали, как это все будет выглядеть от и до буквально, да. То есть это не похоже на те локации, которые у нас есть в студии, это именно каждый раз мы для фестиваля подбираем что-то новое, создаем новое. А давно создаете фотозоны для фестивалей? Вообще, да, достаточно давно. У нас фотостудия существует 7 лет, и мы периодически выезжали на фестивали. В какой-то период мы приостановились, но потом начали ходить на геккону. Вот у нас очень взрывная была такая локация театра, очень яркая. И сейчас второй раз, собственно, здесь. А вы сами занимаетесь косплеем? Ну, я делаю такие закосики. Кто знает, тот поймет, когда просто чуть-чуть так балуешься, потому что все-таки косплей – это дорогое, увлечение и работа прям конкретная, поэтому вот. Большое спасибо. Спасибо большое. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Да, меня зовут Марина. Очень приятно. А какие ваши ощущения об этом фестивале? Интересно. Много разных костюмов. Все это очень интересно смотреть. Там внизу были розыгрыши, тоже так в коробке трогали что-то. Залипали, наверное, минут 40 на это. А вы первый раз на таком фестивале? Да. Вам нравится? Да-да, я люблю всякие разные фестивали. До этого принимали в чем-то подобном участие? Ну вот именно в северных народах или вообще? Вообще в целом. Ну да, разные хожу. Там литературные, все-таки, выставки, фестивали, в том числе кофейные. Много разных. Большое спасибо. Спасибо. Наш репортаж подошел к концу. С вами была Амина. Подписывайтесь на 14-й канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Большое спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!